Радио Блок с Игорем Цесарским Автором, которым мы записываем ряд роликов Если вы еще не успели посмотреть, то всячески рекомендуем Это происходит в Ютубе Называется все ТВ Клуб Континент И там вы можете встретиться В частности с Михаилом Герштейном Но не только там, к счастью, есть Народная волна И вот этот час в славный день понедельник Мы употребим на то, чтобы обсудить Самые-самые такие, может не последние события Но интересующие наших слушателей в том числе Добрый день, Миша Добрый день Мы можем с самых-самых последних событий Мы можем с каких угодно С партия Трампа в Лондон Да, ну, я, видишь ли, у меня случилась незадача Я перед тем, как быть в эфире Некоторое время побывал в Фейсбуке А знаешь, что это такое в Фейсбуке? Когда ты напишешь чего-нибудь на свою голову А потом ты не можешь Каким-то образом не отвечать на те комментарии Которые там оставляют И в итоге так получилось, что вот только успел материал прочесть Поэтому я тебе расскажу Вчера Заодно слушателям нашим Ну, в Фейсбуке, во-первых, надо быть сдержанным и не отвечать Просто всех отправлять, как ты говоришь И друзей, и знакомых, и вообще всех, да? Ну, как? Ну, закончить дискуссию можно не продолжать Можно, но ты наш последнее слово всегда за собой оставить Иначе как? Жить потом Через неделю напишешь, когда уже все забудут А, хорошо Ну, давай, буквально Я хотел на самом деле другую тему немножко сегодня так Обкашлять, как говорится Но мы начнем, понятно, с событий в Лондоне Мы поговорим попозже тоже Значит, начнем мы с визита Трампа в Лондон Он как раз вот только что прилетел в Лондон И был встречен и королевой, и принцем Харри Несмотря на то, что Меган Маркл сказала Обиделась, что там у них долгая дискуссия происходит По поводу того, называл он ее нехорошим словом Насте Или не называл Ну, она тоже, в общем, она собиралась ехать в Канаду Уехала в Англию, так что После выборов, так что Тоже, в общем, как бы Она единственное практически свое слово Практически сдержала Да, но Канада зато много потеряла, конечно Ну, не важно Но когда Трамп приехал, естественно Я вот сейчас полчаса назад буквально посмотрел вражеское телевидение То есть это СНН И там показывали Трампа, который стоял рядом с королевой И весь редакторский, издательский корпус Журналистский корпус СНН Смотрел буквально с лупой Передвинулся ли он на полшага Или на два миллиметра вперед королевы Или не передвинулся Потому что там в какой-то момент Когда они стояли рядом Он сделал там полшага в сторону И они СНН очень долго обсуждало Как же он мог выйти вперед королевы Вышел он или не вышел Это очень важно Это важно, ну конечно В этом визите, конечно Это то, что передвинулся он или нет Но мне понравилось больше другое Там Трамп перед этим взял интервью Журналист из Издания Sun Английского И с ним СНН беседовал Что как же вот Что он там с Трампом говорил И как он относится к тому Что Трамп ругается регулярно С мэром лондонским Ну как они сказали Что они обменялись Любезностями Да, любезностями Но если Если разбираться Тут По существу То в общем Любезностями Сначала Любезность Высказал Хан А ему Трамп ответил Он же не может Как и ты Что последнее слово Не за ним Поэтому Как бы Поэтому это было вынужденно Вынужденно ответ Любезность Он сказал Что говорит Ну не переживайте Особенно по этому поводу Потому что Хан Он сильно левый И все левые Когда он ругается с Трампом Его очень поддерживают В этом плане А Трампа поддерживают Когда он ругается с Теон Шкан За то же самое Поддерживают Его Консервативные Консервативные Избиратели Поэтому Они друг к другу Остаются довольны Потому что Каждый работает На свою аудиторию Но в принципе Я думаю Трамп не будет Сильно обижен Если он В этот свой визит Не увидит Это прекрасное Одухотворенное лицо Да Я думаю Что он не обижен Тем более Что в общем Там У них сейчас Много есть О чем поговорить А интересно Что Когда СНН Пытался сказать Что Пытался ли он Подковырнуть Трампа Или что-то Этот журналист Сказал Да вы что Ни в коем случае Мы просто пытаемся У нас Англия У нас Самое важное В нашей жизни Это чтобы мы Оказались номер один Среди союзников Америки Потому что Мы следим Что Америка Любит нас больше Чем Францию Или Германию И нас очень Нервирует Когда Вдруг мы понимаем Что мы Перестаем быть номер один Вообще Трамп успел Даже уже Перед поездкой Вот это Я уж успел Прочесть Что дать Пару-тройку Таких Неплохих советов Я бы сказал По поводу Ну понятно Что гордые бриты Советами Не сильно пользуются Равно как и все другие Но тем не менее Он Не счел Невозможным Высказать это Почему Потому что Очевидно Что Нахождение Скажем так Великой Британии В Евросоюзе После всех Проделанных Процедур И ее Дальнейшие Вот это Игры Они Как-то уже Неактуальны Как ты думаешь Сам Ну Непонятно Потому что Они тянут 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 Время Ничего не делают Но по крайней мере Тереза Большое достижение То что Тереза Мэй Уходит Наконец В отставку Да Ну Потому что Она Пардон Все таки Это не Маргарет Тэтчер Это Тереза Мэй Это надо учитывать Она еще и не была выбрана Маргарет Тэтчер Все таки Победила В результате выборов Ой Дело не в этом Можно прийти И все равно добиться Она не добилась Желаемого Потому что Вот это Нерешенные проблемы В том числе И с платежом Но Трамп сказал Просто Вы можете Так сказать Не договоритесь Просто выходите оттуда А денег не отдавайте Вот 50 миллиардов долларов 50 миллиардов этих Евро Это 50 миллиардов евро Да Ну на дороге Не валяются Скажем Вот А интересно Что Королева Похоже Тоже не очень любит Терезу Мэй Потому что Она подарила Трампу Первое издание Какой-то там Книжки знаменитой Черчилля Вот Так что Ну Все таки Черчилль Фигура Несоизмерима Более Скажем Несмотря на его Уже давний уход Из жизни Он Он остается Мы не можем Не вспомнить Да Эти всех Триключений Его Его бюстов В Белом доме В связи Со всем этим Ну они там были Триключения В течение одного дня Ну Ну Но тем не менее Тем не менее Было дело Хорошо Я думаю Что этот визит Он на самом деле Никаких там Прорывов Каких-либо Ожидать не стоит Все Это достаточно Визит Такой Что Ну Я даже не знаю По-своему Визит Вежливости Визит Что-то Немножко Показа Союзнических Каких-то Добрых Отношений И все Но я имею ввиду Что Какие-то Возможно Основные вещи Которые там Будут обсуждаться Вряд ли Подлежат Моментальному Решению Ну вот В том числе С китайской Этой Телекоммуникационной Компанией Там и так далее То есть Где есть Разногласия И не решили Ты ошибаешься В том плане Что этот визит По идее Должен определить Все-таки Кто же будет Следующим премьером В Англии Ты думаешь Это как-то Не то Что Трамп Придет и скажет Что вот Выберите там Бориса Джонсона Борьку на царстве Да А то Что Просто Я думаю Что какие-то Обсуждения будут В которых Попытаются найти Общие Направления В этом плане Ну Я думаю Учитывая Вообще Отношения Все равно В любом случае Британцев Ну К любым Партнерам Не только Американским Они Вряд ли будут Каким-то образом Ориентироваться На те или иные Пожелания Трампа Но само то Что он их высказал Так или иначе Это несомненно Не сотрясание воздуха К этому Вынуждены Прислушаться Даже те Кто не хочет Никогда этого делать Англия как всегда Немножко пошутила Перед его визитом Ну Это нормально Английский Потому что Какой-то из каналов Запустил Минутный Или двухминутный Ролик С парящим Этим Шаром И написано Что He is back Ну Не важно Всегда Те самые Хейтеры Которые Преследуют Его И здесь И где Где бы он ни был Это дело такое Там ролик был совершенно безобидный Это не Ну там еще Этих Этих Драк И вот этих всех Бешенств Совершенных По поводу Коллужин То это все Семечки сейчас Сейчас кстати Говоря о предыдущем его визите Мы же помним Я чуть-чуть отвлекусь Что на прошлой неделе Было выступление Боба Мюллера Который Сказал Два месяца назад Сдав свой отчет Два месяца еще Почему-то Получал зарплату В Минюсте Почему Никто не знает Что он там еще делал Тоже непонятно Но он тут Строк сказал Что все Он уходит Он устал Он уходит Вот Так Так И И он Заодно Там попытался Намекнуть Что собственно Он не смог Решить Импичить Трампа Или нет И поэтому Пусть это Типа дело Конгресса Но Оказалось Что все Было немножко Не так Что ничего Особенного Он такого Не сказал Что он В общем Прочитал Свои Буквально Слова Из отчета И Никаких Других По этому Поводу Ничего Нового Не было Кроме того Что Все Он Теперь Уходит В частную Жизнь И И выступать Перед комиссиями Конгресса Не будет Что в общем Достаточно Сильно Всех Удивило Или Напугало Потому что Как не напугало А В общем Разозлило Потому что К нему От республиканцев Было Гораздо Больше Вопросов Чем От Демократов Само Собо Дело Не в том Что Он Он То Конечно Сделал Своё Дело Он Сделал То Дело Да Плохо Неплохо Я Я Я Как-то Смотрю На это Таким Образом Что Как ты Сказал Что Зарплату Он получал Наверное Вовремя Неплохую Вот Теперь У него На очереди Книга Я понимаю Ему Никто Не выпишет Столько Сколько Там Допустим Нашим Гениальным Предшественником Трампа На Президентском Посту Там Понятно Там Другие Гуляют Цифры Но ему Тоже Заплатят Неплохо Я думаю Вошингтон Пост Издал Доступный В широком Свободном Доступе Мюллер Репорт Как книжку И больше Деньги Тоже Поэтому В общем Удивляться Не хочется Кстати говоря Да У него Все будет В шоколаде Тем более Слушай Как говорится На такую Неплохую Старость Он себе Заработал А вот Все остальное Не знаю Как Как тут Судить Можно Если бы Человек Сразу Был Наверное Честен Он бы И не взялся За это Все Имея На руках Уже Собственно Говоря Всю картину Всю картину Ну может Быть Он По своему Думал Что поищу Поищу Глядишь Что-то Нарое Ну не Нарыл 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 Но не то Что Мы же Про презумпцию Невиновности Помним Нельзя же Она Сейчас Только В одностороннем Порядке То есть Они 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 В своем Выступлении Но Я просто Хочу сказать Что на самом Деле Полдня Все Синенет И их Друзья Кричали А то Опять Вспомнили Слово Импичмент И полдня Кричали Но потом Оказалось Что почему-то Народные массы Не очень Восприняли Эту Речь Восьмиминутную Речь Мюллера И к вечеру Все Новости Переключились На историю С кораблем В Японии Потому что Трамп Будучи в Японии На прошлой неделе Посетил Находящий там Военный корабль Американский С Джон С. Маккейн Причем Это не тот Джон Маккейн Это его папа То есть Это его отец И там И тут же Нам рассказали Что когда он Туда приехал То на нем На этот На корабль Повесили Закрыли Черным Это Джон Маккейн Название А А моряков Которых Были Фуражки Или кепки Какие-то С именем Джон Маккейн И всех Отправили домой Вот Чтобы не раздражать Трампа Трамп Оказался Очень удивлен Такой Страшной Историей От Вашингтон Пост Или Кто там Это Рассказал Волг Стрит Джорнал По-моему В этот раз Они же Рассказывают Вот И Сказал Что мы туда Приехали С Миланием В общем Никаких Этих Таких Ужасных Подробностей Которые Вы нас Сейчас Рассказываете Не знаю У нас Была Мы просто Приехали Как Поговорить С нашими Военными И поддержать И к тому Это был Мемориал Тут же семья Маккейна Насколько мне Известно Тут же дочь Его Гневным Это не дочь Это внучка В данном случае Внучка Да Потому что Это же Не тот же Маккейн Это отец Нет Внучка Я понимаю Я имею ввиду Дочка Джона Который почил Вот Недавно Не его папы Я имею ввиду Дочка Гневной Филиппики То есть В адрес Трампа Вот такого Который даже Папу Не оставляет В покое Уже после его Такой кончины Ты понимаешь Ну все Импич Импич И никаких Других вопросов У нас буквально Еще до перерыва Минут Там 5-6 Осталось Давай-ка мы поговорим Вот о чем Трамп вернется Из Великой Британии И И тут Уже Вот-вот На носу То Мексиканское Предупреждение Которое Гласит о том Что 10 числа Тарифы На товары Оттуда Поднимутся На 5% И далее Будут Подниматься Подниматься Если Если Мексиканское Правительство Не предпримет Определенных Мер С нелегальной Миграцией Вот Естественно На сей счет Тут же было Много Воплей Воплей Соплей И так далее Но Делегация Оттуда Приехала Она будет Встречаться Значит Министр Странных дел Как мы знаем Будут Встречи Обсуждения И так далее Ну Трамп Уже Сказал Что Обсуждений Было Много Мне Нужны Дела И Поэтому Что ты Скажешь На сей счет Во первых Надо не забывать Что еще Сейчас идет Вот этот Неподписанный Еще Вариант Новой Нафты Который Тоже Вдруг Оказался Который Все Согласились Но еще Не ратифицировал Никто И Мексикой Совершенно Неинтересно И от этого И от этих Потому что Потери Будут Огромные И я хочу Сказать Только то Что То что Трамп Говорил Во время Предвыборной Компании Своей То В общем И происходит Потому что Как он Обещал Что Мексика Будет строить Стену Или будет Платить за Стену Так оно Похоже И произойдет Потому что Другого выхода У Мексики Уже не будет Да Ну тут Тут вопрос Пошел Следующий Что Что пострадает Потребитель Американский Что Благодаря этому Цены На ту или иную Продукцию Сельхоз В магазинах Поднимутся И так далее Потому что Там Помимо сборки Машин И прочих вещей Очень большой Что будут Поддержат Местного Производителя Ну Да Авокадо Расчеты Во Флориде Тоже А с Мексикой Все таки Конечно Много чего Но Форд Форду И Дженерал Моторсу Ничего не мешает Открыть Заводы Здесь Закрытые И Здесь Производить Вот Поэтому Вопрос Как Любая торговая война Она все равно Двусторонняя Вопрос К тому Кому она Менее выгодна Ясно Что она Менее выгодна Мексике Потому что Они Экспортируют Все в Америку Ашин Доллар Это американские Нужные А нам Мексиканские Не очень Это понятно Кстати Интересная Такая вещь Ну во-первых Написали Конечно Что Сам Президент Мексики Отнюдь Бутылку Не лезет То есть Он Как-то так Решил Не высказываться Резко Потому что Понимает Что тут Ставки Такие Но Меня Рассмешило Это страна С победившей Демократией Давно Поэтому Если выскажется Резко Он не дойдет От своего Дорца До машины Потому что Там же все Контролируется Картелями Поэтому Он должен Это же идет Борьба Не то что там идет Борьба Между Америкой И Мексикой А идет борьба Против этих Картелей Контролирует Всю Приграничную Область С обеих сторон И наркотрафик И не только Но мне больше всего понравилось И переправление народа Сюда Потому что там Да Естественно За деньги С каждого они берут Да Я такую вещь интересную прочел Что оказывается Полтора миллиона Американцев Живет в Мексике На постоянной основе Ты представляешь Какая цифра Но они просто Вот это Упомянув Эту цифру Они не сказали Что эти полтора миллиона Живут Отнюдь не на Мексиканские пособия Как я полагаю А если они там живут То скорее всего Их доллары Туда Неплохо В мексиканскую казну Падают Да Не Ну Это вопрос Конечно Ну Казна же Казна контролируемая Картелями Это не казна Ну Не в этом дело Я имею ввиду Что это Несравненно с тем Что миллионы Сейчас находятся В так называемых Городах-убежищах И И на их обеспечение Их жизни Вообще Какой-то Жизнедеятельности Тратится Миллиарды долларов Это Несопоставимо Наверное Нет Абсолютно Вот Поэтому Я думаю Что Пойдя На вот такую Скажем На На Такой Ультиматум Я бы сказал Трамп Совершенно Четко Просчитывает Что последует Дальше Ну Тут Надо Сделать Все-таки Поправку Что Поскольку Это экономика Тут Четко Просчитать Ничего Невозможно Ну Понятно Но Тем не менее Он понимает Что Во-первых А 20-й год Не за горами А Б Ему Внутри Не дают Выполнить То самое Главное Предвыборное Обещание Закрыть Границу Ни конгресс Ни суды Которые Как знаменитый Сан-Франциско Губернатор Немексики Демократка Я не помню Сейчас Как ее зовут Она Несколько Месяцев назад Кричала Что Нешнл Глагард На границу Она не пустит Только через Ее труп Потому что Никакого Кризиса Нет А теперь Она Уже Кричит На каждом углу Что Правительство Ничего не делает Никак не борется С этим кризисом И уже В общем Если ты посмотришь Телевидение Послушаешь Даже Как я говорю Врагов То И у них даже Они просто Это уже называют Кризис на границе И уже Да Да И вот этот Оказывается Я выучил Какой Новый Термин Это есть там Northern Triangle Или что-то такое Это Три Самые Северные Латинские Латиномериканские Страны Которые Которые Идут В Америку Скараван Ну Это Гондурас Да Вот Это Триангл Какой-то А вот Так Теперь Это Ну Хорошо Как ни Назови Ну Известно Что это Такое Хорошо У нас Есть Небольшая Пауза Впереди Если Позволите Буквально Два Слова Да Вы напрасно Так Шутите По поводу Повышения Тексов В смысле Тарифов На Мексиканскую Продукцию Один Мой Хороший Знакомый Вот Тут Я Смотрю Фейсбуке Там Дискуссия Такая Значит Он Переживает По этому Поводу Смотришь Авокадо Цена Поднимется На 5 Процентов А у Парни Парни Примерно Так Смотри У него Машина Тысяч За 80 Дом Хорош Он Специалист Он Профессионал Он Доктор И он Переживает На работу Он ездит Довольно Далеко Вот Тут Его Друг Принцкер Ему Тут Налог На бензин Вот Я думаю Как Вот По этому Поводу Они Не Беспокоятся То Что Ему Там На десятку Накинули В один Год Буквально Налог На Недвижимость Сразу Там С 25 До 35 Это Все Нормально Бензин Подорожает Там На 40 Центов Это Все Нормально А вот Авокадо На 5 Процентов Блин Ну Как Это Пережить Ума Не Приложу Ребята Переживают Серьезно По этому Поводу Действительно Есть Другая Сторона Которая Всегда Поправит Правильно Мы же не знаем Сколько Авокадо В день Я думаю Что даже Если он Вообще Перейдет На Авокадо Диету Вот Вот Сколько Влезет Все Равно Это Никак Не Сравнится Вот Эти 5 Процентов На Которые Подорожает Авокадо С Тем Расходом Бензина За Который Будет Платить 40 Центов Только Налог Один На Каждый На Каждый Галлон А Машина У него Такая Ест Довольно Много То есть Сережа Поменяет Он Машину Не Поменяет И будет Есть Авокадо И плакать Ну ладно Хорошо Давайте Мы сделаем Перерыв После чего Вернемся Продолжим И тогда Вы сможете Ответить На вопросы Радиослушателей Возвращаемся В программу Радиоблог с Игорем Цесарским Напомню Телефон Студии 847 400 500 Если у вас Будут Вопросы Пожалуйста Звоните И Задавайте Ну Игорь Продолжим Продолжаем Еще раз Добрый день Напоминаю Что Сегодня у нас В гостях Михаил Герштейн Блогер Миша Добрый день Еще раз Вот И Напомним Также Что ТВ клуб Континент Который В ютубе Ждет Ваших посещений Ваших Замечаний Возможно Лайков Дизлайков Неважно Чего В общем Неравнодушие Скажем так Заходите Два выпуска Выпустили Только что Два Да Только что Два выпуска У нас Было В данном Случа С авторами Которых Вы Возможно Знаете Если следите За публикациями В континенте Это Юрий Мормурадов И Это Борис Замятин Из Берлина Один из Тель-Авива Второй из Берлина В общем Достаточно Интересные вещи Можно Услышать А Сегодня Мы Продолжаем Некоторые Темы Которые В общем-то Затрагиваем И в публикациях Печатных И Опять же В этих Записанных Роликах То есть То что Происходит Вокруг И то что На что мы Реагируем На что ты еще Среагировал Вот Помимо уже Высказанного На самом деле То есть Визит Трампа В Англию Это конечно Все хорошо Но это на высшем уровне А сегодня Вдруг Очень плохо Себя почувствовали Эти Бегемоты Уолл-стрита Это фейсбук Гугл И амазон И Привнувши к ним Эппл Потому что Сейчас пошли Слухи о том Что Минюст Собирается Все-таки Заняться Их Демонополизацией Потому что Это конечно То что сейчас Происходит Особенно Эппл Не в такой Степени Поскольку он Все-таки Новостями И Вот эти Информационными Медийными Вещами Мало занимается Социальные медиа А Фейсбук Гугл И Амазон Они Очень активно Амазон Как бы Тоже с другой стороны Потому что Амазон просто Убивает все Магазины Убивает все Поэтому Это тоже Очень плохо Для экономики А фейсбук И гугл Могут пострадать Из-за того Что занимаются Цензурой Просто Тут можно Есть конечно Люди Которые спорят И говорят Что В принципе Политика Внутренняя политика Компании Это внутренняя политика Компании Никакого отношения К первой поправке Не имеет Потому что Компания может Запрещать Кого угодно Фильтровать Кого угодно Банить Как мы говорим Кого угодно Но все-таки Когда это происходит Регулярно И в основном Страдают Особенно Ни в чем Не повинны Консерваторы Чья вина Только в том Что они Не Как это Против линии партии То В общем Это уже Начинает Похоже На Просто откровенную Цензур Тем более Что И фейсбук И гугл И твиттер Это фактически Монополисты стали Вот Поэтому Раз они Монополисты Они должны Попадать Под Законы Государства А не под Свои личные Ну да Говоря Что это Все-таки Частные Бизнесы Я понимаю Но когда Бесконечно Пишется Что вы Нарушаете Комьюнити Стандарты Вот Интересная Вещь Никто не может Толком Объяснить А что это За стандарты То есть Вот идет Публикация Казалось бы Совершенно Я По крайней мере Не пропагандирующая Каких-то там Совершенно Вещей Возможно Которые Могут Напрячь Но В которой Предположим Есть определенные Субъективные Утверждения Или Или Даются Какие-то Факты Даже И все Это Вдруг Становится Нарушением Причем Обязательно Это в одну Сторон Я не Наблюдаю Сейчас На самом Деле Чуть-чуть Размочили Твиттер Это То Что ты Братья Я их называю Крузенштерны У них Такая Очень длинная Фамилия Красенстайн Или что Такое Которые Вдвоем Все время Как только Трамп Публикует Новый твит Они вдвоем Хидно его комментировать Там Ругать Их тоже Все-таки Забанили Ну и Кого там Фарахана Или кого там Фарахана Кого там Еще Фарахан Да Но его Перед этим Как забанить Его обозвали Райт-Винг Поэтому А еще А кто же Конечно А еще Сет Абрамсон Попал Под этот Коток Случайно Сет Абрамсон Это Главный Пропагандист Русской Саги Он Ее доказывает Регулярно В сериях Из твитов Которые у него Доходят До 130 140 Твитов Где он Какие-то Факты Подозрительные Перечисляет Что-то Пытается Доказать Даже Книжку Выпустил Которая Называлась Типа Доказательство Russian Collusion Ну Человек Совершенно Забочен Этой Проблемой Даже Теперь Вот И Как только Кстати Как только Вышел Отчет Мюллера Два месяца Назад Он тут же Даже не отчет Мюллера А вот это Письмо Бара Тут же Разразился Каким-то там Серией 40 твитов Доказывая Что еще не все Потерят Вот Он тоже Попал Под каток Но это Тоже Не дело Потому что Ну он Говорит Там Свои Каких Делах Занимается Этой Эрундой Пусть Занимается Что Что В этом Такого Тут я Думаю Это делают Намеренно Почему Потому что Чтобы в случае Чего Показать Вполне Осознанно А вот Мы Ребята У нас Честный Бизнес У нас Чистые руки Мы Вот И этих Ограничиваем И одну Сторону И другую Потому что У нас Нет Предвзятого Отношения И так далее Мы соблюдаем Какие-то правила Но мы-то знаем Что это Не совсем Так Регулярно Когда их ловят За руку Они говорят Ой извините У нас скрылась ошибка Мы случайно Кого-то заплокируем Они заблокировали Кого-то Потом извинились Сказали что случайно Разблокировали На следующий день Заблокировали опять И на следующий день Разблокировали опять Да Да И так же Как АРС В свое время Тоже Они очень непредвзято Преследовали Исключительно АРС Это хотя бы Государственная организация Их можно схватить За руку Правда не удалось Потому что Они Взялись Пятой поправкой Вот А этих же Так за руку Особо не всказали Они скажут Да нарушили Это мы не можем Раскрывать там Все наши алгоритмы И так далее И все Почему они нарушили И все Но после этого После этого Как это произошло В общем Рынок Отреагировал Для них Достаточно болезненно Потому что Они все упали Там на 5 На 6 На 7 Процентов Что для них Что это конечно Очень Очень много Потому что Они конечно Стоят очень много Там у них Капитализация Там до триллиона Доходит Но тем не менее Если 5 процентов От триллиона Это 50 миллиардов Примерно столько Сколько Англия Должна за Брекзит Заплатить Да Ну если бы так Все просто Переходило 50 миллиардов Туда 50 миллиардов Да К сожалению Это не так Все просто Но Смотри Хорошо Вот Разговор идет о том Что они монополисты Но ты видишь Что Что делают Наши Совсем Юные Существа Наши Наши Прекрасные Дети Внуки Они просто Покидают Такие площадки Которые Вот Фейсбук Уже Как они говорят Это для дедушек Это для Это уже не площадка Для молодежи Им же читать Там это неинтересно Эти посты Они там Фотографии свои Да Они делают Эти снапчат И еще там чего-то То есть То что Как бы Особенно Никого Кроме них Ну не то что Никого Просто Не совсем Та аудитория Вот Для То есть Фейсбук Вышел Все-таки Превратился В некую Такую Новостную Ленту Им это Не особо Интересно Естественно Ну Или Не только Новостную Они уже Насмотрели Фейсбук Это еще И там Целый Перечень Я могу Назвать Что там Помимо Там Всевозможных Комментариев Помимо Там Ярмарки Счиславия Помимо Ну многих Вещей Которые Скажем Так Ну да Молодежи Мало Интересны Но для Людей Уже Более Такого Возраста Осознанного Они Они как раз Там Скажем так Пасутся И Проводят Много Времени Несомненно Ну это Это еще Инструмент Бизнеса Несомненно Тоже Потому что Они Продают Информацию Вот только что Был уже Скандал С тем Как они Совершенно Без борьбы Без 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 Кстати Трамп Обвиняли Что он Это видео У себя В Твиттер Поместил Оказалось Что это Не то Видео Он Поместил Нормальное Виде Обнаружился Это оказался Какой-то Афроамериканский Паренек Из Бронкса И Про него Тут же Рассказали И все Дэйли Бист Или кто-то Еще Обратился К Фейсбуку Фейсбук Им тут же Рассказал Не стесняясь Ни о каких Прависи Ничего Рассказал Кто он Что он Как его зовут И где он живет Вот Такая Защита Информации А потом Еще кто-то Из фейсбучных Начальников Сказал Что Никакой Прависи От Фейсбука Ожидать Не должен А вот То есть Имейте ввиду Кстати говоря Это действительно Особенно Те люди Которые Каждый Свой шаг Сопровождают Неким Постом Да То имейте ввиду Будьте Осторожны Так что Все может Когда-нибудь Повернуться Кстати говоря Ты же Наверное Видел информацию О том что Соискатели На визы Американские Будут тоже По соцсетям Шерстить То есть Иначе говоря Хотят Все таки Каким-то образом На ранней стадии Выявлять Тех Кто нежелателен Здесь в стране Ну Понимаешь Капка Это тоже Не совсем Это конечно Понимаешь На основе Постов в фейсбуке Запретить Человеку Въезд Нельзя Потому что Мало ли что Он там пишет И за кого Он там себе Выдает В этих соцсетях Ну Скажем так Как отправная точка Чтобы Более Пристальное Внимание На него Ему Уделить Возможно Да Ну хорошо Но если он Такой Отъявленный Джихадист Что так Если он Джихадист То Тогда вряд ли Он будет в фейсбуке Что-то так уж Шин Много писать Пишут 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 Ладно У нас есть звонок Давай попробуем Принять Слушаем вас Здравствуйте У меня вопрос Насчет того Что вы сказали Что Англия Должна заплатить 50 миллиардов За выход Из Евросоюза Вот у меня Как-то Ну какое-то Странное ощущение Это вызвало Получается Что этот Евросоюз Это какое-то Бандитское формирование Что для того Чтобы из него выйти Нужно Еще Как бы Заплатить Выкуп Вход Рубль Выход 2 Ну это Один мой Знакомый Рассказывал Когда он уезжал В конце Там 70-х годов Из Советского Союза И у него На Вене Спросили Как он относится К тому Что ему за отказ От гражданства Нужно было заплатить 800 рублей От советского Он сказал Что очень хорошо Относится Потому что Это значит Что советское Гражданство Величина отрицательная Вот тут Примерно То же самое Раз на это Надо заплатить Значит членство В Евросоюзе Это величина Отрицательная Тоже Ну Если бы Если бы 800 рублей Ну тогда 800 рублей Было Я понимаю Это не маленькие Деньги 800 рублей Ну сколько Это там было Поплатили За За образование Полученное Там За прочие вещи При этом Оставляли жилье Которое сейчас Уже стоит Совсем Совсем Не по-детски Да Но Тогда оно Не было Приватизировано Поэтому Это Все равно Но тогда Тут Надо сказать Что Во-первых Трамп Как раз И говорит Что Нечего Платить Эти деньги А во-вторых Еще Надо сказать Что В общем Евросоюз Когда Организовался Как и Любое Такое Вот Мероприятие Они Как всегда Были Людьми Недалекими Потому Что Они Не могли Представить Что Кто-то Захочет Выйти Поэтому Процедуру Выхода Они Нормально Не Предусмотрели Из-за Этого Собственно В общем Очень Много Проблем Потому Что Иначе Вот Мы Проголосовали За выход И все И до свидания А тут Оказывается Что И это Они Об этом Забыли Об этом Забыли Это Забыли Несомненно Евросоюз Это Великий Прогресс И так Далее Они Не Учли Во-первых Что Разная Степень Развития Тех Стран Которые Вступают И они Выровняются Еще Через Там Я не Знаю Сколько Там Мы Уже Знаем Нормальной Федеральной Структуры Когда Разная Степень Развития Нивелировалась Тем Что От Каждого Штата Было Одинаковое Количество Представителей Точно Так же Евросоюз Мог Поступить Да Но Он Не Поступил Поэтому Там Все Решает Германия Самые Большие Экономики Европы Все Все нормально Там Как бы По Оруэлу Все Есть Те Кто Ровнее Да Есть Те Кто Ровнее И плюс Еще Как бы Конечно Может быть Сам Евросоюз Был бы Более Устойчивой Организацией Если бы Они Не Придумали Это Евро Потому Что Введение Евро Привело К тому Что Италия Греция Португалия Испания Они В разное В разное Время Были Все На грани Банкротства Потому Что Они Живут Исключительно За счет Туризма Как только Евро Становится Сильным Америка И другие Страны Туда Не хотят Ехать А Они Ничего Почти Не Производят Ну Конечно Производят Что-то Но Это Не Германия Не Франция И Не Англия Поэтому Нельзя Все Одну Валюту Ставить В Такие Разные Страны С Такой Разной Экономик Ну Тем Тем не Менее Все Таки Они Думали Что Совокупно Они Будут Настолько Мощной Структурой В том Числе И Бюрократической Структурой Которая Потягается Со Всеми Лидерами Экономик С Двумя Главными Экономиками Мира С Америкой С Китаем Что Они Ну Понятно Что Сильный В какой-то Степени Это Диктует Поэтому У них Были Не только Благие Такие Совершенно Романтические Мысли Они Хотели За счет Этого Сильно Рвануть И Выйти Так сказать Опять С желтой Майкой Лидера Вперед Да Это мысль Хорошая Но просто Как бы Ее убило Пока что По крайней мере Вот это Вот Выравни Попытка Выравнив Чех по валютам То есть Отказ От Местных Валют Потому что Это совершенно Оказалось Неприемлемо Для всего Юга Для всего Европейского Юга Ну Тем не менее Пока оно Есть И пока Оно Существует И наверное Еще долго Будет существовать Посмотрим По 10 лет Выходит Каждый Из Ну И это Учти Британия А какая Небольшая Как бы Ей проще Все вытянули Ни границ Общих Нет Ничего Нет Поэтому Если С ними Занимает Три года И не могут Ничего Сделать То Ты не забываешь Что там Есть Ирландия И так далее В отличие От Тех Стран Где Хотя бы Этих проблем Нет Внутренних Таких Где Вопрос Границ Везде Есть Везде Есть Не А понимаю В Бельгии Свои там Высветились Там И так далее То есть То там То тут В общем-то Понятно Что Несмотря на Светлые идеи Мультикультурализма И прочих Глобалистических Моментов То есть Тем не менее Нет еще Такого Ну скажем Абсолютного Начала За которым Вообще Бы потянулись Все Вот Вот это Был бы Образец Ну который Дал Импульс Вообще Всему Человечеству Что все Страны Лихо Подхватили И сказали Вот это Путь К совершенству Вот это Путь К свету Ну кстати Можно вспомнить Недавние выборы В Евросоюз Где Победили Правые Партия Брекзита И Хотя Великий Американский Статистик Этот Нейт Силвер Который Начиная С того же Брекзита Ни одного Ни одних Выборов Правильно Посчитать Не может Он сразу После победы Трампа Говорил Что победа Трампа Приведет К резкому Росту Левых сил В Европе Оказалось Вот эти вот Выборы Только что Вы состоящие Выборы В Левый Союз Показали Что ничего Такого Вообще Не происходит А наоборот Все движется Вправо Ну Само собой Их жизнь Заставляет двигаться Может Так бы И не было Но вот как раз Мой вчерашний Собеседник Он из Германии Я надеюсь Что и на народной волне Как-нибудь с ним Сделаю Беседу Он как раз Рассказывал О ситуации Ну в частности С антисемитизмом Который Только бы этого Не доставало Европе Но есть Есть И это все И это все Не из-за того Что Опять Между народами Европе Населяющими Европу И евреями Возникли Такие Непреодолимые Проблемы Проблемы Возникли Из-за другого Из-за того Что Европа Открыла Свои двери В общем Целым Ордом Я бы сказал Мигрантом И И соответственно Вот Вот так По цепочке И пошло И естественно Даже я бы сказал Не только Еврейские дети Но и Но и немецким детям Тоже достается Сейчас на орехи Потому что Некоторые районы Куда Куда-то Сунуться Даже не могут Так Стражи порядка И не только В Германии В Швеции Такое наблюдается И в ряде Других Европейских Стран Вот Вот так Как-то Мир все время Меняется Что-то происходит Если искать Истоки Почему Они открыли Границы То можно вспомнить Откуда Этот Что За Сирию Мы должны быть Благодарны Обаме Поэтому Да Хорошо Давайте может Примем один звонок Успеем Ну попробуем Слушаем вас Добрый день Пожалуйста Добрый день Добрый день Насчет того Что Границы И Ведь Когда Началось Вопрос От строительства Стены Демократы Предложили Трампу Что давайте Сначала Режим Проблему С иммиграции На Иммиграционную Проблему Трамп Отказался А теперь Он сам Хочет Этого Но теперь Демократы Не хотят То есть У нас Нету Никогда Все говорят Одни говорят Белое Другие Горячо А чтобы Договариваться Никто не хочет Договариваться А чтобы договариваться Сделать Нормальные Иммиграционные Реформы Так тот же сам Трамп Не заинтересован Чтобы в его Гостиницах Работали Нелегальные Иммигранты Это такое Достаточно Резкое Осуждение Что ты скажешь Я думаю Что Трампу Все равно Кто работает Иммигранты Если Там проводят Какой-то Бэкграунд Чет Когда принимают На работу И все Если человек делает То что нужно Ну все равно А насчет Иммиграции Тут надо не забывать Что это не то Что демократы Предлагали Решить проблему Иммиграции Демократы Предлагали Всех нелегальных Иммигрантов Сделать сразу же Гражданами Легализовать Причем Легализовать Так что Они еще могли За собой Там остальных Всех 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 Своих Хосновников Привезти И тоже Легализовать Вопрос Им это конечно Нужно Потому что Скорее всего Эта толпа Будет голосовать За них И резко Изменится Ой Миш У нас времени Уже нет Ох Это настолько Очевидно И сколько На этой Радиоволне Об этом Говорится Я думаю Все кто нас Слушает И не только Нас А всех Всех Ведущих То есть Об этом Твердим Но К сожалению Все Будет Об этом Уже В другой Раз Спасибо Кто Сегодня Был С нами Заходите Еще раз Напомню На ТВ-клуб Континент На ютубе И Все вам Доброго До новых Встреч